хорошо бы чтобы у вас на палитре была черная краска будь то кость жженая будь то даже сажа газовая все это может быть использовано в небе и в принципе черный может стать каркасным в этой картине особенно для тех кто боится цвета в этой картине повод не бояться или способ не не бояться цвета это сделать выразительный каркасный цвет которым в данном случае вполне может стать черный разбил черного боль меня зашли обычный разбавитель у нас баночках многие как бы настроены на тройник на двойник то есть тройник это масло лак разбавитель двойник это может быть разбавитель масло масло лак да и лак разбавитель тоже вот но нам нужен чистый разбавитель вообще для первого сеанса предостаточно работать на чистом разбавителем разбавителем может быть уайперед и пидар и в том числе их очищенные варианты которые продаются в магазинах все для художника ну что то я тогда стартую если можно посмотреть сейчас на палитру и после этого на холст я взял белила взял черный взял разбавитель и теперь на холст итак последовательность белила черный эту же кисть испачканную в белила и в черный вы видите она испачкана макаю в разбавитель и тут же несу на холст еще раз и еще раз произвожу эту же задачу количество краски на холсте ну как бы гуашевая по своей структуре те кто работал с гуашью когда-либо могут примерно сориентироваться потеки подхватываю внизу просто горизонтальным движением еще раз тоже действия ну вот как бы каша не как сметана мокрая сметана краски вы видите ее примерную консистенцию конечно здесь можно говорить только о примерной консистенции и сказать как сколько именно взято вещество вы можете только догадываясь что у вас похожие мотивы происходят на холсте взять слишком мало краски будет недостаточно этого плодородного слоя этой масляной живописи взять слишком много будет некоторая преувеличенная слякоть на холсте которая будет слишком скользить и мешать возделыванию ну вот примерно жидкая сметана такая с кефиреная сметана и наконец вдоль линии горизонта синий который там вполне себе виден можно даже чуть-чуть с голубинкой то есть голубую пц тех местах где мы видим линия горизонта значительно ниже середины холста по высоте закладываем да наверное голубинку тоже и синий и голубинку под линию горизонта теперь если можно посмотреть на палитру снова вот наш черный вот наш разбил синий синявые разбилы плюс немножко розового и немножко дополним более чистеньким фиолетовым цветиком черный разбил в небе там у неба есть эффекты дождя то есть дождь идет вот вот с таким косым проявлением и можно вот этим инструментом рукой дать настроение этих косых здесь дождь не идет но косые все равно есть потому что облака приготовились сдавать свою влагу чуть больше черного и определим себе линию горизонта опять же для тех кто боится цвета предлагаю вот просто черным наполнить тоновое решение внизу картины то есть пока как бы ошибиться в цвете создать что-то несъедобное трудно то есть ничего такого сверхъестественного мы пока не делали практически тональный рисунок одноцветный как некая зарисовка в альбоме самого сюжета без особых цветовых содержаний вот даже эти деревья тоже набросково можно нашвырять полосатость по направлению склона и опять же плюс голубой синий для воды сделайте захват чуть дальше середины для воды и вертикальным заштриховыванием создадим эффект отраженных отражений в этой картине и и и и и и и и